Привет всем, с вами снова технологичный дайджест. Надеюсь, вы успели соскучиться. Эта неделя была довольно веселой. Расскажем много нового про Samsung, чуть-чуть про Microsoft и китайских производителей электроники. Поехали! Samsung стали главными героями новостей на этой неделе. Начнем с громкой презентации нового смартфона-раскладушки Galaxy Z Flip во время трансляции Оскара. Это было неожиданно и круто. И все заметили, что в сложенном виде раскладушка похожа на косметичку. А после компания уже официально показала свои остальные гаджеты. Свежая линейка обычных смартфонов Galaxy S20. Есть несколько версий, отличаются диагональю экрана, камерами и новыми фичами. Стоят от 1000 долларов. И беспроводные наушники Galaxy Buds Plus, которые работают аж 11 часов без подзарядки. Однако в интернете российские пользователи встретили презентацию не очень. Потому что на неделе были невеселые новости про Samsung. Пользователь рассказал, что компания отключила у него телевизор, который он купил легально, но и с другой стороны. Samsung сказала, что не поддерживает этот регион и телевизор превратился в тыкву. Давайте вернемся к новинкам. Microsoft сейчас плотно работает над операционной системой для складных устройств. И совсем недавно она выпустила свой первый эмулятор для Windows 10X. Теперь можно посмотреть, как это все будет работать. Пока это выглядит как обычно Windows 10, только почище, чтобы было удобнее пользоваться сенсором. Полностью обновилось меню пуск, добавили жесты, иконки и еще множество мелочей. Своими санкциями против Китая США создали потенциального конкурента для Google. Чтобы не зависеть от американского ПО, крупнейшие местные производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединились, чтобы разработать аналог Play Store. Платформа должна помочь разработчикам продвигать свои цифровые продукты. Среди первых стран запуска – Россия, Индия и Индонезия. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и оставляйте комментарии. Будем ждать хороших новостей на следующей неделе.